Утро понедельника начинается с шопинга. Не то чтобы по зову сердца, скорее по необходимости. Семилетняя Таисия уже через пару недель пойдет в первый класс. К одному из самых важных в жизни дней готовится тщательно. Все должно быть идеально. Красивый ранец, большой белый бант в волосах и, конечно, безупречная школьная форма. Определиться с выбором помогает мама. Есть стандарт. Белый и синий. Все остальное на наше усмотрение. Желательно сарафан и блузка. Саму идею единообразия мама будущей первоклассницы поддерживает. Так дети не будут заострять внимание на том, кто как одет. И главное, сколько это стоит. Отношусь положительно. Чтобы не было разнобоев, чтобы не было кто в чем круче. Потому что у меня есть старший сын. И возраст 12 лет. Начинается у кого круче телефоны, гаджеты и все прочее. Форма, одинаковый цвет. Помимо формы, констовары и другие аксессуары. Туфли, колготки. Собрать ребенка в школу – удовольствие, скажем прямо, не из дешевых. Но благодаря большому выбору и многообразию торговых точек в Реотве можно найти и довольно выгодные предложения. Комплект, чтобы собрать ребенка, стоит 3,5 тысячи. Комплект берут блузку, сарафан, джемпер, колготки, гольфы, бантики. Как будут выглядеть ученики и во что им одеваться, решает руководство каждой школы совместно с родителями. К примеру, в первой со стилем учащихся определились еще 4 года назад. У нас это черный костюм, а именно черные брюки или черная юбка для девочек. И черный пиджак или жилет в теплое время года. Парадная форма, кроме черного костюма, это белая блузка или белая рубашка. А повседневная форма – это голубая блузка или голубая водолазка. Требования не такие жесткие, как может показаться. Основное – соблюсти цветовую гамму. И, конечно, во главе угла – комфорт самого ребенка. Одежда, особенно у маленьких детей, должна быть достаточно свободная, чтобы не сковывать движение. Просим родителей, чтобы приобретали одежду натуральных тканей, чтобы одежда была дышащая, чтобы теплообмен был соответствующий. До 1 сентября осталось всего ничего. Чтобы избежать ажиотажа в магазинах одежды и концтоваров, следует поторопиться. Напомню, что в этом году в школы Реутова пойдет рекордное количество детей – более 10 тысяч человек.